всем всем доброе утро рубашка с бабушкой уезжает первым я остаюсь за старшую пока пока да сейчас будем их провожать я дождусь хозяина он должен приехать оставить дождемся тетеньку уборщицу и потом вторым рейсом мы уедем потому что в машине места точно не будет рубашка давай давай обнимемся вот так вот так и поцелуй маму давай покажи как садимся рядом места бабули нету там твой велик давайте тетка это счастлива трубаш пристегнулся пока день опять никакой непонятный но очень жарко и душно пока рубашка тетя гай пока до встречи ваш теперь я хочу посмотреть кое-какие ваши комментарии и поотвечать на них потому что я их вчера не успела в тетрадку свою выписать что касается вопроса про бисквитные коржи спросила одна зрительница она печет и готовит по моим рецептам и интересно как я делаю так чтобы бисквитные коржи не были суховатыми но вообще да и сиропом пропитывают я люблю пропитывать свои коржи спиртным очень люблю коньяком вот если коньяк чуть-чуть развести с водой и кондитерской кисточкой не мазать на корж не обмазывать корж а вот так вот сбрызгивать вот так вот как священники своей кисточкой обрызгивают святой водичкой народ вот я также водичкой обрызгиваю коржи они остаются долго и мягкими и очень ароматными уж как ты считаешь ты смогла бы стать к примеру в армении бизнес-леди и вообще бизнес и женщина совместимые понятия я не знаю смогла бы я конкретно стать прям бизнес-леди потому что ну бизнес бизнесу рознь конечно ни в какие торговые дела я бы точно не смогла влезть но я также не исключаю вариант что я бы к примеру могла что-то создавать делать какие-то поделки приобрести какое-то количество клиентов почему бы и нет но вот так чтобы для того чтобы заниматься бизнесом не важно ты женщина или мужчина потому что для меня разницы нету кто бизнесом занимается надо иметь нюх из воротливый ум долю хитрости и умение хорошо играть в карты практически ничего из вышеперечисленного у меня нету потому что я вообще по натуре лопух жуткий лопух и не то что меня легко облапошить ну смотря в каких вопросах но в деловых вопросах если особенно когда серьезная какая-то вещь о которой надо реально подумать и быстро я не умею быстро думать я достаточно медленно думаем думающий человек о серьезных вещах вот если надо какой-то проект замутить что-то быстро сделать собрать по жизни я очень быстро и как стрела но если какие-то серьезные вопросы я как слон та-та-та-та-та-та-та начинаю так что не бизнес-леди из меня никакая хотя конечно хотелось бы я бы например очень хотела бы быть хозяйкой турагентство какого-нибудь да вот это мне нравилось вот так а насчет приветов тут кучи другую новых запросов на приветы поступили но если честно я не хочу сейчас эти приветы передавать потому что по моему вместе с рубашкой приветы передавать намного слаще поэтому мы мы сегодня дождемся когда приедем домой может быть завтрашнего дня начнем их передавать очень много тут комментариев одинаковых насчет татуажа бровей после моего видео моих бровях если честно я очень много на ютюбе видео пересмотрела на эту тему как и англоязычных так и русскоязычных но тут есть одно большое но я ужасно боюсь боли любой особенно все что касается лица на котором кожи в сто раз нежнее чем на теле может быть на руке бы я не так бы страшно перенесла боли от татуировки но вот особенно область глаз для меня это вообще такая табуированная зона и поэтому я на 99 с половиной процентов уверена что я бы себе этот татуаж не сделала и даже если боль отмести в сторону тут есть гигантский просто риск очень большой риск что несмотря ни на какие рекомендации наводки советы по нахождению специалиста ты не можешь со стопроцентной гарантии быть уверен что тебе сделают именно то что ты хочешь потому что все таки татуаж бровей я видела когда иногда делают сплошную просто краской заливку например у как ее зовут не помню этот блогер аня вот не помню как ее ник она профессиональный визажист достаточно популярный ой я не помню ее ника но в общем она себе постоянно делает татуаж бровей военное время раз вот у нее татуаж шикарный потому что у нее бровки просто нарисованы ей татуажем рисуют волосики тогда но в любом случае это делается не на неделю даже не на месяц как минимум несколько месяцев ты должна будешь ходить с тем что если вдруг тебе не понравится это ужас это лицо это уже не исправить не стереть ничего не сделать поэтому следующий вопрос какой стиль в одежде я предпочитаю как часто покупаю себе обновки придерживаюсь ли моды и как избавляюсь от ненужных вещей вообще у меня есть видео если его вдруг не стерла потому что периодически провожу ревизию на своем канале и видео которые уже не популярны которые не смотрит никто либо которые уже и жили себя мне на нервы действует я их стираю у меня было видео о моде буквально недавно я его даже снимала к концу прошлого года ну скажу так в одежде я никакого стиля не придерживаюсь я одеваюсь исключительно по настроению за модой слежу весьма поверхностно потому что 90 процентов того что выпускается сейчас меня дико раздражает вообще не могу бегать за модой хотя бы потому что не даже не могу не люблю потому что вещь должна подходить я в этой вещи должна себя чувствовать хорошо и даже в гипер супер модный одежде я могу смотреться как клоун из цирка поэтому я захожу в магазин я не смотрю что это в тренде или не в тренде я смотрю мне нравится или нет одежду покупаю здесь крайне редко потому что здесь одежда на очень узкий выбор на очень какой-то специфический вкус дико дорогая за цену одной вот такой хотя бы вот майки здесь я в ереване могу купить две или три и причем более прикольных классных таких поэтому я в буэнос-ааросе вообще ничего себе не покупаю но если там если что-то вот так срочно нужно даже белье нижнее вплоть до этих гольфиков под под брюки вот эти прозрачные чтоб с осенней обувью носить даже это я покупаю в ереване потому что за цену одной пары гольфиков вот этих вот колготочных здесь я в ереване могу купить пять пар вот с такой же разница и по качеству ничем не будет уступать не поэтому в основном шоппинг у меня по одежде бывает раз в году летом когда я капитально но я в прошлом году прошлым летом привезла в буэнос-аэрос ровно четыре чемодана одежды обуви сумок каких-то вещей постельного белья занавеси полотенец и прочего и прочего потому что здесь это покупать просто идиотизм вот спасибо всем большое что вам так понравилось с нами прямо каждый комментарий это выражение благодарности и это просто невероятно мне душу греет окрыляет и заставляет меня почувствовать что все-таки я нужный кому-то человек кроме членов своей семьи потому что для меня в всяком случае не знаю как для кого но для меня быть востребованной вот не членами семьи а вообще окружением по жизни всегда было очень важно я была достаточно неуверенным всегда в себе подростком ребенком не могу сказать но подростком да и в юности тоже и в университете на начальных курсах неуверенность всегда у меня была и же хоть что того или нет появляется какая-то психологическая зависимость от ощущение нужности востребованности и вот действительно ваши комментарии ваше отношение очень меня поддерживают и в общем здорово вот у меня ли ковальчук кстати тебе лично от меня привет без рубашки спасибо что так регулярно смотришь мои видео комментируешь всегда очень интересно читать твои комментарии твои вопросы и вот вопрос кстати сказать ты какой человек под на по натуре человек одного места не любишь перемены если бы в следующем году предложили отдых в другом поселке тигре или в другом доме ты бы вернулась к старому месту или новое бы выбрала я ненавижу перемены для меня одна мысль только вот что надо что-то новое куда-то в новое место попасть это уже большой стресс есть люди которые обожают я называю таких людей не в плохом смысле совершенно это просто натура такая люди цыгане которые вот постоянно кочуют и получают от этого удовольствие я жуткая курица для меня моё гнездо и мой курятник самое святое и вот если я прикипела уж какому-то месту я до гробовой доски к этому месту сердцем привязана например сейчас у нас над головой таким домокловым мечом висит вопрос о смене дома нашего где мы в бонус айресе живем потому что наши хозяева там начали гадости всякие мутить аферизмом заниматься и короче мы уже вот так вот устали от этого и вот теперь надо ну срочно не срочно но реально вплотную заняться поиском нового дома и для меня это настолько мерзкий момент что я даже думать об этом не хочу и палец о палец даже ударять не хочу чтобы вот что-то поменять хотя реально на деле понимаю что это надо сделать но реально это коробит жутко коробит поэтому я бы выбрала этот же дом если бы мы в следующем году отдыхали и никакой бы новый другое не захотела вот такие вот дела давайте с вами еще раз пока никто нам не мешает никакие хозяева ничего выйдем еще раз в садик я вам дам насладиться ваши зимние морозы ярким солнечным днем ух травка все еще мокрая вода еще не успела впитаться но тем не менее очень жарко вот реально жарко посмотрим на бассейн помочь им ножки в последний раз вот так ой водичка какая я так не играю я сейчас плакать буду ну вот это вот от этого как можно отказаться и наше любимое место для болтала кстати знаете я что сделала я сняла вот этот фон поставила камеру и просто на 30 секунд записала вот это место столько же секунд поставила и записала вот это место и хочу некоторые видео из буэнос-айреса разговорного особенно жанра записывать себя на фоне этих мест чтобы как-то и по ностальгировать и вам думаю будет приятно увидеть меня еще раз в этом антураже на нашу верандочку посмотрим стол за которым мы столько раз кушали столько вкусных вещей и вот сидели здесь кушали и видели перед своими глазами вот эту вот лужайку потрясающую вот этот вот столик такой в кантом стиле красивые штучки фонарики везде потом мою любимую гостиную вот она книги наши ну не наши но частично наши почему бы и нет мы тоже очень полюбили и вот такой вот проход на верхний этаж эх не уезжать противно омерзительно так ладно люди угадайте где я наш хозяин этот пришел свои вещи оставил мы все свои вещи впихнули в машину он уехал сказал чтобы мы наслаждались мы ждем сейчас эту эухения что на нашем человеческом звучит евгения в общем я ну вот посмотрите какой какой шикарный день мне боженька даровал естественно я не смогла не распаковать обратно свой купальник впихнуться сюда пришел бассейнщик вылезал идеально всю воду так что кайфуем по новой как если а Ух! 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 Посылаю всем тёплый, солнечный, водяной летний привет! Ух! 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 Итак, дорогие мои, с хорошим фиговым настроением мы выезжаем обратно домой. Я мокрая после бассейна, таки счастливая! Пока, домик! Субтитры делал DimaTorzok Что ж, здесь уже листья пожелтели, знаешь? О! Мой любимый домик на этой улице! Красота! Выехали на бульвар И вот так прямо чешусь до шлагбаума Видите, какая охрана здесь? А вот это въезде в Талар 2, не? Да Надеюсь, что наши продукты не потекли Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, на самом деле Так вот закончился наш Последняя отпускной день Я очень рада, что Вы побывали со мной В этом дивном месте Вместе с нами отдохнули Ждите новых видео Оставляйте видеозапросы Всех люблю, всех целую Пока-пока! Продолжение следует...